А она такая, а ты, да ты крыса, потому что ты, типа, вот там вот подвязалась, сказала, комплимент. Кстати, что самка? Ты крыса. Всем хай! Меня зовут Лиса. Сегодня у нас с вами будет очень необычное в рамках моего контента тем видео. Срач с инста самкой. Не будем коверкать теме человека, это не очень красиво. Хотя в инстаграме я высказалась немножко иначе. Так вот, есть, оказывается, и у этого блогера, у меня, который, в принципе, ни с кем не конфликтует, и которому, в принципе, на всех там написано буква U. Это как бы обозначает мою жизненную позицию. Есть даже у такого человека, как я, оказывается, стора с инста самкой. Недавно я снимала с моей подругой Лианой, вы прекрасно знаете, те, кто смотрит мой контент-видео, о проверке салона красоты, куда ходит никто и надо, как сама инста самка. Пошли мы в этот салон, и так уж вышло, что пока мы ходили в этот салон, Лиану пообещала вам рассказать историю, которая произошла аж в далеком девятнадцатом году. Сегодня мы с вами едем делать маникюр по себе боже, инста самки. Это последний человек, ногти которого бы я хотела повторять. А чтобы вам было интересно смотреть это видео, то в конце этого видео я расскажу вам о том, как я поссорилась с инста самкой. Отвратительная история, я заранее предупреждаю. Дальше вы увидите видео, собственно, с рассказом о этой истории, и я должна вас кое-очем предупредить. Эта история действительно существует, она действительно происходила, и происходила действительно в девятнадцатом году. Вот, пожалуйста, есть скриншоты. Привет, спасибо большое, очень-очень приятно, что получает такие сообщения. Это самка фея, она меня прям в кадре, сказала мне, что я крыса, за то, что я сделала комплимент девушке за кадром. Здесь мы потом вышли, поговорили. Ну, бездрак, сам особо. Конечно же, на тот момент Лиана об этом не хотела рассказывать в личном пространстве, потому что она прекрасно понимала, что это может быть рядом проблем. Я же, со своей стороны, так как человек не давал мне согласия на обнародование этой истории, просто молчала и делала вид, что ничего не происходит. Кстати, я хотела, пользуясь случаем, также перед вами извиниться, потому что я обещала вам выложить эту историю сразу же на следующий день, но там возник ряд причин, в котором я это сделать не смогла. Короче, ребят, причина, о которой я вам говорила, о которой я перед вами извиняюсь, что я сразу выложила в видео, дело в том, что вся эта история произошла не со мной. Она произошла вот с Лианой, мы сейчас сидим, пьем чай, кофе, и я прекрасно понимаю, что в тот день, когда мы снимали видео, ты могла, знаешь, просто на эмоциях сказать, что я готова рассказать эту историю. И, если честно, я потом решила, что, наверное, будет справедливо дать тебе немножко времени, чтобы ты наверняка была уверена, что ты готова с ней поделиться, потому что сама знаешь, людям может быть или плохо, а может быть так, что на тебя гнев накинется. Да, слушай, на самом деле я об этом думала, типа, у меня, конечно, не было мыслей говорить тебе, слушай, не выставляй видео. Я это понимаю, но я ждала от тебя именно вот этого, если вдруг, знаешь, ну, ты подумала, что ты не хочешь об этом с людьми делиться. Да, но я думала только о том, что я все не хотела об этом говорить, типа, это так мерзко и грязно, выносить конфликты в интернет, но нельзя было снять видео, где мы делаем ногти в какую-то самки и не рассказать про историю, типа, которая произошла. Тем более история произошла уже давно, мне на нее кофе, на историю, интересно, там, какое-то ничего мне рассказать. Надеюсь, что фанатные самки не налетят на нас. Ну, знаешь, даже если не налетят, как бы мы знаем, как отбивать, буквально всеми силами. Просто это очередная история о том, что некоторые люди слишком много себе позволяют, что я считаю они всем правильным. Кстати, ты можешь за это меня заблокировать, ну, или там, высказаться, назвать меня, там, ну, не знаю, ну, чем-то плохим, как бы. Мне, типа, буква Ю, я не собираюсь на это отвечать, если этот персонаж сейчас будет как-то агриться, что-то в мою сторону говорить, говорить в сторону Лианы, мне все еще буква Ю. Ну, приступим. Что ж, такое вот видео, такое маникюр на стасамке. Да, но знаешь, что я еще не рассказала, а обещала им рассказать. О, господи, да что? Это чего я поссорилась с инстасамкой. Вернее, как я поссорилась с инстасамкой, в самом начале видео я сказала, что я расскажу об этом в конце. Если честно, я никогда не собиралась в жизни рассказывать эту историю в медийной инфраструкции. То есть, я даже тупо в сторис об этом не рассказала, когда эта ситуация произошла. Потому что, ну, мне вообще не хотелось как-то этого касаться, это как-то очень грязно. Но раз мы сегодня снимаем маникюр, прости господи, инстасамки, то не рассказать им о том, как мы с ней поссорились, как она орала, что я крыса на всю съемочную площадку, но я просто вам не могу. Короче, мы были на съемках... Ты уже знаешь эту историю, я тебе уже рассказывала, поэтому я сейчас буду вам. Мы были на съемках у Амирана Денихача. Я была там со своим блогером, она снималась, а я была как менеджер за кадром, то есть в жительском, в зрительном зале. Пока мы стояли и ждали начала съемок, там нас все гримировали, выпуск был про подростков, и там было много блогеров-подростков. Была девушка-гримера, и она всех там гримировала одной кисточкой, это было еще долго до проверок в салон. И пока девочка красит, там самка стоит и такая, что улыбишься, типа радуешься, вот всех красит одной кистью вообще-то, ты типа счастливая. Это она тебе говорила? Нет, это она говорила моему блогеру, как его красили. То есть она не говорила там столько громко, чтобы он слышал, но это было отлично слышно. Я это слышу, я разворачиваюсь к ней, и абсолютно с улыбкой такая, ты хочешь пообщаться? Она такая, нет. Я такая, окей. На этом ее диалог закончился. Все это время мы стоим в довольно тесном пространстве, все, то есть как бы выбора уйти куда-то у нас нет. И там была безумно красивая девушка-ассистентка Амирана. Она была такая, там, пышная тела, у нее была очень красивая грудь, красивые волосы, у нее была темная кожа, то есть просто вау. И я говорю, блин, вы такая красивая. И в этот момент я просто ловлю взгляд на самки, которые смотрят вот так, типа. И я понимаю, в этот момент все ее мысли просто считаются на ее лице, типа, ее так бесит. Я настолько сильно вынесла, что ты сделала комплимент какой-то другой девушке, которая тебе просто внешне понравилась, и ты не смогла сдержаться. Да, то есть ее настолько в ее вселенной не коллерируют вообще вещи, что можно сделать комплимент искренне, а не потому, что ты хочешь кому-то подлизаться. Это просто в ее вселенной не связанные вещи. Окей. Она ничего не сказала в тот момент, когда я сделала комплимент. Мне было бы очень странно, когда она что-то сказала в момент, когда к другому человеку делала комплимент. То есть вообще диалог с ней вообще никогда не был связан. Абсолютно. Ну, типа, да. Да, но на ее лице все читалось. Причем это даже не было как-то ассистентка. Да, то есть вообще, я даже, ну, если она просто там ходила, что-то подписывала, то есть это абсолютно человек, который влияет, в порядке на что-то в целом влияет. Ну, понятно, да. То есть это не какая-то медоархи полезная важная связь, чтобы там, не знаю, бегать за ней и говорить вам такая классная, ну, типа, чтобы записать контакт. Даже гипотетически, если бы я была тем человеком, который хочет кому-то подлизаться, ну, как бы, это явно не тот человек, которому это стоило бы делать. Мы все пересаживаемся в студию наконец-то, да, там время ожидания прошло, я в зрительном зале, там все блогеры снимаются. То, как началось шоу, где она просто все время со всеми сралась, это опустим этот момент. Но я как менеджер, что входит в мою работу, спросила у Амирана, там, смогут ли ребята в конце рассказать о своих анонсах, там, что у них будет выходить. Это абсолютно нормальная история, нормальная практика, так как, когда блогеры приходят другому блогеру, это, как бы, такой информационный обмен. Вот, поэтому сделать анонс – это абсолютно нормальная история. А Амирана такой, да, типа, конечно, вообще без проблем. И в конце я просто об этом напомнила, типа, вот могут ли ребята сделать анонсы. И в этот момент она начинает, то есть уже передача подходит к концу, она уже высиралась всю передачу. И тут, когда я это сказала Амирану, она такая, ты крыса, ты крыса. О, господи. Через всю съемочную площадку, то есть вокруг меня съемочная команда, блогеры, менеджеры. И она мне орет, что я крыса. Почему? И я такая, чё, Анна такая, да ты подлизывалась к той девочке, делала некомплименты, ты крыса, ты только за пиаром. И я такая. Каким пиаром, господи, это вообще видишь, они в зале где-нибудь снимаются. Ты пришла по рабочим вопросам, какой нафер тебе пиар-то, стасанку, блядь. И Амиран такой, всё, говорит, хватит, мы, типа, только закончили все конфликты, типа, тихо. И в этот момент она, типа, затыкается, заканчивается передача. Моего блогера уже вот так трясёт от эмоций, потому что столько негатива хакнуло из-за этого выпуска. Я, типа, тоже вся на взводе, потому что, ну, представляете, это всё равно влияет на мою репутацию. То есть другая съемочная команда, она же не знает, почему я крыса. Она не понимает, то есть ситуация выглядит не очень, когда блогер орёт мне, что я крыса при моих коллегах. Типа, выглядит довольно странно всё. Очень странно. Да, и очень неприятно. Мы выходим, я ничего не хотела с ней разбираться, никак абсолютно. Она была с манекеном, со своим. И мы выходим... С манекеном? С твоим парнем. А, его зовут манекен. Лиса, которая вообще не в курсе ничего. Я подумала, она реально притащила, типа, ну, манекен. Лучше бы она притащила манекен, от него было бы меньше проблем. И, короче, она идёт впереди одна. И, получается, она идёт перед нами, мы спускаемся по лестнице. Я не сдержалась. Ну, я не сдержалась. И я говорю, ну, и чё ты меня крысой-то назовала? Она такая, да ты, да ты крыса, потому что ты, типа, вот так вот подвязалась, сказала комплимент. Я говорю, и что? Для тебя, говорю, странно, когда другой человек может сделать незнакомый человеку комплимент. Да ты бы видела своё лицо, типа, как ты это сделала? Я такая говорю, всё, типа, до свидания. Типа, тебе через год все забудут. И, типа, я начинаю уходить. Там что-то даже показала ей факт, хотя это вообще, ну, конечно, фу, очень некрасиво. И она такая у меня в спину, через два года. Я такая, окей, через два года. Спойтят, через два года они не забыли. Вот. Но я, если честно, на тот момент была уверена, что её репутации конец, потому что была ситуация ограбления, когда она буквально всех лопанула из-за ограбления. А, слышала, да, про это. Да, и каким образом ей до сих пор пытается, она может держаться на полу вообще в медийном пространстве. Для меня здесь, честно, был вообще вопрос. Если это видео смотрят фанаты Инстасамки, напишите, почему фанатеете этого человека. Мне вообще похно Инстасамка, мне просто интересно, не более того. Вот. И, собственно говоря, негативное отношение у меня к этой личности. Кстати, Инстасамка, ты крыса. Негативное отношение... Можно заблокировать меня в ТикТоке, как Дашграфт, типа, давай. Она заблокировала Дашграфт в ТикТоке? Да, потому что Даша, типа, делала обзор на её гайд разводной, и, типа, она же это заблокировала в ТикТоке. А ещё она заблокировала Мэйбэйбэйби, поэтому, ну, типа, меня тоже заблокирует плит. Реально? Да. Аруб, что за сюр. Мне, кстати, когда вот это произошло, мне показалось, что она заблокировала меня в Инстаграме на тот момент, но это, короче, был какой-то глюк, и, нет, типа, она меня заблокировала тогда. Ну, может, разблокировала. Да. И у меня, собственно говоря, негативное отношение к ней только лишь из-за того, что у нас был конфликт. Конфликт абсолютно необоснованный, то есть это просто было мерзкий, грязный наезд в мою сторону. Я потом написала коллегам в чате, типа, ребят, извините за это недоразумение, за эти разборки на площадке. И они такие, да нет, мы всё в порядке, мы понимаем, что твоя вина в этом нет. Вот. Так что вот так. Надеюсь, что вы не пожалели, что эта история была в конце, а не в начале. И сегодня теперь понятно, почему я не хотела делать маникюр из-за самки. Но, кстати, я у мастера тоже порасспрашивала про неё. Ничего, она типа... И там видео это просто таки было. А. Там прям на видео. Да? Потому что моя мастера сказала, что типа, ну, она и сасанка. Это всё. Да. Моя ничего не с тобой. Нет, она сказала, что типа, ей делает ногти только основательность салона. Нас, кстати, как простых людей к ней не записали. А если бы мы написали, что Лиза как блогер, то записали бы. Потому что она буквально, думаю, блогер тоже ходит делать ногти к этой девушке. Не знаю, хорошо это или плохо, но это нормально. Потому что когда... Каждый имеет сам право выбирать, с каким клиентом работать. Когда тебе записываются, чтобы сделать рекламу, там, ты хочешь делать сам. Да? Поэтому, да, наверное, это всё нормально. В этом нет ничего такого, как бы, ну... В этом нет ничего такого. Да. Как бы условно, те же самые дома мод на всякие гала-презентации не дают бесплатно просто рядовым девушкам какие-то бриллианты. Согласна. Ну, грубо говоря, какая одежда бренда не предоставляют просто людям, потому что им хочется. Согласна. Это, как бы, абсолютно выбор мастера, с кем работать, с кем нет. У меня тоже в салоне, если он будет, а я думаю, что он будет, тоже будет абсолютно выборочная система. Я не буду себя подряд пускать. Типа таких персонажей, как эта девушка рядом с тобой, как Инстасанка, нет. Да. Но при этом буду рада абсолютно любому блогеру, любым проверкам, тиктокерам, просто ради бога. Но дебилов я не буду пускать. Это нормально, я думаю, это хорошо. Это какой-то контроль в хорошем заведении, когда ты знаешь, что там, куда-то приходишь покушать или отдохнуть, там будут сидеть люди, которые адекватные. Не будут портить другим, да. Это важно. Вот. Что ж, всем пис, кискам пис, всем пока. Инстасанки крыс. Пока. Да, я думаю, что можно успокоиться. Неописательно тот кринж, который я пережила, потому что ситуация странная, абсолютно до безобразия. Ну что я вам скажу, это жесть. Я даже не знаю, как ее описать. Она как будто дешевая проститутка, я не знаю. Я скорее просто расстроена из-за всей ситуации, как рассложилось.